Всем привет! Всем привет, с вами Мша и Ксюша Полишка. И сегодня у нас киевский дик. Именно дик, именно самый настоящий дик. Так что поехали! В этом и последующем видео я продолжу выкладывать тот материал, который был отснят в сентябре 2015 года во время моей украинской поездки. Вернувшись из ЧЗО, я пару дней приходил в себя, потом провел сходку, где познакомился с довольно толковой дырчиной из крыльного рога. Вангую, что сейчас меня все ринутся жениться на ней, но, увы, она не в моем вкусе. Так что между нами только дик. Ну, и немножечко руфа. Тем не менее, мы весьма отменно полазили по всяким баянчикам, и вот, что вас ждет в этом и следующем видео. Сегодня мы посетим винствол промежуточного вестибюля станции метро «Арсенальная». Далее рванем на Подольский-Воскресенский мост, оттуда спустимся под землю в Печерский водогон. Рассвет решим встретить на вершине Южного моста, и, захотев познакомиться с киевской подземкой поближе, посетим два интересных места киевского метрополитена. Станцию «Призрак Львовская Брама» и так называемую «Консерву» – заброшенные перегонные тоннели. О каждом из посещенных мест есть что рассказать, как в плане истории, так и в плане техники. Так что никаких охов и вздохов, только информация и поласки. Погнали! Есть маленькая проблема, конечно, что мы находимся в Киеве, а я говорю, что они Российской Федерации, если нас немножечко запалят, это будет печально, но и это добавляет определенной остроты ощущений. Ну, ладненько. Полиция в переходе. Ну что ж, инфильтрация прошла более чем отлично и более чем быстро. Мы устремляемся в коллектор. Красота! Просто красота! Тюбор! Кистолк уходит вниз. Всяд какие-то противовесы. Тяжкие канаты. Ну, это, видимо, да, какой-то канат, но противовесе, видимо, что-то подвешено. Окей, спускаемся вниз. Так. Ну что ж, я, конечно, тихо-тихо-тихо. Я, конечно, не время на компактнике. Вот, товарищи. Мы совсем делаем это не шумно. Да. Короче, отсюда будет какой-то бутыр после с большими рюкзаками. У меня просто все здесь для съемок. Поэтому нужно всегда учитывать, что у вас могут находиться какие-то выступающие части, которые могут зацепиться. Это здесь как бы все фигня. Это можно было предположить. А если бы расстояние было выше, я бы как дурак бы висел бы и ручка нам потолбил в разные стороны. Так что будьте аккуратны, ребята. Ну что, товарищи, нам сейчас вниз. Мы спускаемся по стволу. Сильно не шумим. Обратите внимание на год тюбингов. 1956. Это буквально наше метро. Год как всего работала питерская. Так что это очень довольно-таки старая шахта. А главное, что приятно, это чукунина. Те, кто не в теме, наверное, не очень понимают, в чем прикол. Но чукунина это намного круче, чем бетон, чем бетонные тюлинги. Она рельефная. Она в фотографиях дает более приятный такой рисунок, текстуры. Ну и просто чукун это круто, это дорого. И не везде его применяют все вот эти как раз торговизны. Поэтому есть что-то такое своеобразное в этом. Смотрите, какие ребрышки. Игланы чукунин со свинцовой чеканкой очень хорошо держат воду и используются там, где плохая гидрогеология. Соответственно, тоннели, проложенные из чугунных тюлингов, будут более сухие. Но здесь, как мы видим, течи никаких нету. Продолжаем спуск дальше. Чукунка, чукунка. Оставив тяжелый, большой, мне неудобный рюкзак сверху, мы прогресли бесчисленное количество пролетов вниз и оказались на таком промежуточном этапе. Мы находимся с вами, скажем так, в чертогах станции метро Марсенальная. Киевляне ее прекрасно знают. Не киевляне. Смысл в том, что станция находится в недре холма. Станция сама по себе очень глубокого заложения за счет того, что холм поднимается очень круто наверх. Соответственно, чтобы спуститься на эту станцию, пассажиру нужно преодолеть один длинный эскалатор, пройти по небольшому переходному коридору и спуститься еще по одному длинному эскалатору. Это ствол у нас с приемом на уровень переходного коридора. Сейчас мы спустились в его нижнюю точку и пройдем по небольшому подходному коридорчику и окажемся рядом с этим переходным коридором, где идет дорог между двумя эскалаторами. Ну, скажем так, это такой свой образный рухтворчик. В ней заслужили такая небольшая металлическая конструкция. Я даже не могу сказать. Скорее всего, это что-то типа такого грузового лифта. Вспомните, что сверху на противовесах были вот эти оттяжки, то есть трос, скорее всего, можно это как-то все дело поднять и какой-то демонтаж тех же самых эскалаторов осуществлять через этот ствол. Более чем уверен, потому что эскалаторы, точнее, тяковые двигатели эскалаторов и редуктора вещи тяжелые. У каждой станции метро есть демонтажная камера эскалаторов. Но так как вестибюльный, как правило, находится на поверхности, проблем с тем, чтобы достать тяжелые части приводов, редукторов и так далее, нету. То есть обычный там какой-нибудь мостовой кран или тельфер, или еще чего-нибудь это дело вытягивает на поверхностных грузовиках, вывозят уже на реквазу. Здесь у нас не забываем, что находятся два эскалатора, один из которых на большой глубине. Соответственно, с этой большой глубины нужно достать эти тяжелые части эскалаторов, скорее всего, этот вид шарта, она вряд ли используется как вентиляционная, потому что нету оттока воздуха, нету вентилятора. Скорее всего, через нее осуществляет как раз подъем и опускание вот этих массивных частей. И эта металлическая конструкция наверняка нужна как раз для этого. Иного предположения использования этого всего дела у меня нет. История появления этого ствола еще более интересна. Как я уже сказал, станция «Арсенальная» имеет два эскалаторных марша. То есть заходишь в вестибюль, спускаешься на эскалаторе в промежуточный вестибюль, проходишь по нему и снова встаешь на эскалатор, который уже спускает тебя к станции. Она находится так глубоко, что иных вариантов не было. Настолько длинные эскалаторы, чтобы обойтись одним маршем, промышленность не делала. Теперь про сам промежуточный вестибюль. Геолого-разведочные работы показали, что построить его традиционными метростроевскими способами будет очень сложно. Большое количество пулунов вызвало бы очень сильный водоприток. В итоге решили пойти нестандартным способом. Впрочем, некоторый опыт на тот момент уже был. Он был получен при строительстве станции метро «Университет». Так что это за способ такой? На самом деле все очень просто. Построить купол промежуточного вестибюля на поверхности и опустить его вниз. Да, закопать купол, который весит 3,5 тысячи тонн. А как это сделали? Сейчас узнаете. Давайте обратимся к схеме. В мае 1958 года на поверхности земли, над тем местом, где должен был появиться купол, выкопали 4-метровый котлован. И к осени этого года в нем соорудили железобетонный монолитный вестибюль – колоколообразной формы, без дна. По периметру нижней части этого колокола из швеллеров была собрана конструкция, которая напоминала нож. Вокруг стройплощадки пробурили четыре сотни скважин, с помощью которых заморозили грунт по всему объему. Сам вестибюль во время его строительства стоял на специальных подставках, а как все работы были закончены, подставки убрали. Под колоколом был оставлен трудяга-экскаватор, который вырабатывал грунт, и колокол под действием своего веса, ножами разрезая землю, опускался вниз. Грунт доставали через отверстия в крыше вестибюля. После того, как он опустился ниже уровня земли, отверстие заделали, и технология изменилась. Теперь разрабатываемый грунт отпускали в заранее пробуренный шурф. Он падал вниз, и оттуда его по ленточному конвейеру, расположенному в транспортной штольне, подавали к скиповому подъемнику, и через шахтный ствол подавали наверх. Именно по этому стволу мы как раз и спускались. На фотографии отлично виден еще пока не доделанный промежуточный вестибюль и тот самый шахтный ствол позади. Поднятый на поверхность грунт всыпали на крышу вестибюля. Давление на купол при этом возрастало, и он еще более споро опускался вниз. В итоге, менее чем за 4 месяца после начала спуска, вестибюль был опущен на проектную глубину и коснулся ножами в заранее отлитое бетонное кольцо. После этого запетонировали дно вестибюля и приступили к строительству нижнего наклонного хода, но это уже к нашей истории не имеет отношения. После этой истории, я думаю, что на этот ствол вы смотрите уже иначе. Ну а теперь давайте снова перенесемся под землю и посмотрим, что же мы там увидели. Давайте с вами пройдем немножко дальше, в сторону перехода вот этого коридора. Как обычно, любой объект метаполитета должен быть защищен от попадания воды из земли. Для этого существуют герметические гермозатворы. Гермы их там по-разному называют. В данном случае, ствол подле их одного коридора отделен двумя вот такими вот массивными гермухами, которые вполне, ну, это не особо будет шевелиться. А вот вторая, я уже успел проверить, она мощь и даже шевелится. Сейчас я немножко поднадужусь и ее ширину. Ну вот, в принципе, можно немножко подкачаться. Отдается, да, скажем так, бицепу прокачать. Главное, чтобы ремень не лопнул. Таким образом, пройдя две вот эти вот гермы, мы попадаем, в принципе, к деревянной двери. За этой деревянной дверью уходит народ. И даже мы подозреваем, что здесь находятся два тихерка очень непопытных товарищей, которые решили изучить, как все устроено. Здесь внутри. Давайте немножко посмотрим на народ, который уходит и не о чем не подозревает. Вот там идут ножки, чудесные ножки киевлянок, ноги киевлян, уставшие после смены. Хотя какая смена на улице еще 14.45? Ну, кто-то куда-то где-то идет. Жизнь идет, а мы находимся немножечко за чертой этой жизни. Такая вот философия. В связи с тем, что сейчас на Украине, конечно, несколько сложная такая обстановка, идет уже своеобразное закручивание гаек и те лозы, залазы, ходы, которыми мы пользовались зигеры в течение многих лет, запиливаются, завариваются и так далее. Так и в нашем случае. Мы хотели попасть, скажем так, поближе еще к вестибюлю, грубо говоря, сам вестибюль. Но есть некоторые проблемы. Если сейчас решатся эти проблемы, то попадем не решаться. Ну, остановимся на этом. В любом случае, ствол, чугунина и какие-то гермухи – это уже повод немножечко порадоваться и дать, скажем так, вдохновение дикерской душе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, выключите. Да, камера снимает. Выбрасываемся. Да, давай выбрасываемся. Держи. Один. Держи камеру. Так. Рюкзак. Держится. Пока выбрасываемся, скажу пару слов. Во-первых, сейчас идет конкретный запал залаза. Но для безопасности объекта это не имеет значения, так как по информации от киевских диггеров, на момент фонтажа видео там уже все запилено намертво. И уже как года два никто не был. Ну и во-вторых, как показала практика, взлетать на полсотни метров вверх, выбрасываться и сразу что-то говорить на камеру без задышки – нереально. Но то такое. Ситуации разные бывают. Ребят, снимать не вариант, просто звук, просто звук был. Не удалось, потому что когда я там немножечко дестроил за вас… Мы встретили немножко рабочих. Да, немножечко рабочих. А все прошло благополучно. Они, скажем так, должны были опечалиться, но мы не успели отснять их реакцию, потому что мы были немножко быстрее. Короче, ребят, такие вот приколы. Так вот я положу свой отпуск в Киеве. Кто-то на море, я под землей. Все. С вами был Мша. Ксюша Палишко. Ксюша Палишко. Лайк, подписка, репост. Мы пойдем немножечко… Да-да-да, палец вверх. Мы пойдем немножечко очищаться. Ибо П палево. Пока-пока, до новых встреч.